МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В очных поединках все участники и судьи сдали тесты на ковид и, выполняя предписание Роспотребнадзора, сели за шахматные столы в масках. Приятно видеть соперника, приятно попробовать почитать его эмоции, приятно посмотреть другие партии. Это же как реальное сражение, только ты долговодец. Семь дней 105 юных шахматистов из Саратова, Энгельса, Балакова, Балашова и Ершова сражались за первенство в шахматной классике. А в лексиконе главного судьи соревнований Павла Лобача к уже привычным терминам и талантливые и способные ребята прибавился еще один, не менее важный – здоровые. Пандемия наложила отпечаток. Естественно, играть в масках труднее, но что делать? Надо и требования выполнять, и личная безопасность. В зал допускались только игроки и только судьи, то есть люди, которые сдавали тест. Приход детей онлайн, многие никогда в жизни даже и не играли. А сейчас вот они онлайн пришли, и это никуда не денется. Они знают, на какие сайты заходить, как это все происходит. Выяснилось, что много соперников, в том числе из других стран, пожалуйста, круглосуточно играй. И уровень поднялся, играют заметно сильнее, чем до пандемии. Областной шахматный турнир получился еще и зрелищным. А высокий уровень участников, по мнению организаторов, дает право надеяться, что в ближайшее время у нас появится порядка 10 гроссмейстеров. Среди них один из победителей соревнований – Саша Караваев. В шахматах более 10 лет. Папа – известный тренер. Готовится Саша по специальной программе. И, кстати, ему на турнире принадлежала самая длинная четырехчасовая партия. Должна была быть ничья, но совершенные ошибки я как бы смог победить. Я считаю, что больше не я победил, а он проиграл. Очень много адреналина, потому что очень рад, особенно к моменту, когда ты понимаешь, что у тебя выигрышная позиция. Возник на турнире и уникальный случай, когда два участника сыграли между собой в ничью и имели одинаковое количество очков. В таких ситуациях играют тайбрейк – так называемую партию «Армагеддон». Черным даются всего 4 минуты, а белым – 5 минут. При этом черных устраивает ничья. В целом каждый участник сыграл по 7 партий. Но главное, рассказала директор шахматного дворца Рузана Разуманян, что у юных спортсменов появилась возможность вживую общаться и соревноваться. Это очень важно, потому что все равно жизнь продолжается, и дети, они по своему определению должны коммуницировать все же. И спасибо Министерству спорта, спасибо Федерации, властям, что все же они взяли на себя эту ответственность и разрешили провести это мероприятие в таком формате. А двери шахматного дворца для этого всегда открыты. Всего в течение 7 дней спортсмены сыграли 7 партий. В каждой возрастной группе определился свой победитель. В итоге все 10 чемпионов области среди девушек и юношей примут участие в первенстве Федерального округа, которое пройдет с 1 по 12 ноября в Самаре.